приветствуюсь ребята на канале религейм онлайн с вами россии мы продолжаем играть westeros total war модификацию для мадивил total war 2 немецкая модификация по мотивам сериала книги в общем игра престолов значит им играем за болтонов на высоком уровне сложности и в прошлом видео мы активно так вот просто махались стартами чуть не потеряли сломанную ветвь это было просто ссаная побоище я не знаю как мы смогли ее отбить ну точнее удержать не знаю что будет дальше в общем посоветовался со своим товарищем который с канал игр стан ее как бы то мой скажем так военный советник и было принято решение что вообще в принципе нам надо со старками постараться заключить мир вот и пытаться вырваться куда-то пойти на юг к примеру караном воевать немножко с ними пограбить их потому что нам нужны деньги для того чтобы воевать со старками вообще в принципе со всеми нужно деньги чтобы воевать но со старками особенно итоги хода минус так же вот мы подумали что наверное плод наш нужно будет немножко распустить потому что корабли очень дорогие для нас сейчас содержание и вот столько мне кораблей не надо содержание 300 копеек кучу чокнулись что ли он хватит одного этого блины на том спасибо хотя мне вот еще корабли у меня здесь еще куча таких кораблей просто гребаных надо всех вот так вот разогнать самыми тряпками этих кораблей про занять ну что я и так в большом минусе когда в минусе то соответственно меня еще воевать ребята нечем воевать это самая большая проблема что самое побоище просто коллеги с коллегами те сохраняемся сразу эти полная победа автомате что старки последние не хотят даже не то что последнее время а вообще не хотят выкупать своих пленных очень нравится переобучение уже переобучить но пока как то так не будем пока никого объединять пожалуй так мы это все и оставим подождем ход вот меня немножко пидорирует эта ситуация что старков постоянно больше половины 100 ковками приходит сколько бы я их не бил не почему-то постоянно ко мне блин приходит целое свежие новые я понимаю что конечно это и по лору последний очаг короче мы уже всрали может предложить им дать его замена мир я не знаю просто очень тяжело ребята очень тяжело играть я конечно подозревал что будет тяжело но но не думал что настолько это по тяжело мы вышли в плюс мы вышли в плюс это уже хорошо крестьян я могу крестьян при обучить я в шоке так где-то мой посол уже не помнить это мой посол нет он здесь стоял так короче крайне невыгодно а если я сдам область меру последний очаг все равно не выгодно и для них предложение понятно очень плохо блин 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 ну что тогда придется здесь поставить просто высокие налоги брать отсюда армия выводить и идти пытаться эти северяне ну смысл их брать они уже битые такие все такие у меня все такие побитые как покалеченные какие-то блять и что это спасет если блять я не дойду по ходу но не дошел ой 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 охранение вот он и поражение ну что сосисочка если бы я был способен перехитрить своего отца на то я бы давно стал правителем всего мира но это не точно тириан который ламистер вот рамси предлагают сосисочку как бы мы сейчас я сами не глотнули эту сосисочку вот вам и пожалуйста причем 800 человек против 1200 а если ночное нападение она домашним можем вступить в бой еще вот эти красавчики к нам не приплывали не к нам а вообще что там давайте уже разворачивать еще это мы все в поле деремся что ли блять я херею обалдеть это блять это просто я даже не знаю сейчас нас будет бить с саными тряпками старки идут в атаку я почему-то думал что мы будем драться в городе знаете индюк тоже думал что попал поэтому блять опять вот эта хрень ограничение камеры я хочу смотреть далеко как сокол я хочу видеть свою смерть в глаза подкрепление наше короче зашло и встала не знаю если вам смысл сюда идти боже боже это был сейчас саня самое побоище просто так перестроим вас всех давайте вас тоже объединим вы будете войско 2 также сама вас построим пехота стрелки какие стрелки тут у кого у тех только стрелки у этих они тут есть есть конные охотники еще принципе давать двигаться короче перевод вперед из песни можно даже обычным темпом не бежать я понимаю что вы бежите на смерть на вы еще успеете умереть боже несчестно меня обрушится саня ты будешь смотреть это видео я на тупо шла очень жестко и пошла далеко не по плану не могу я собрать войско для того чтобы воплотить наш план потому что у меня постоянно просто пока да имеют причем во все щели чем там бегаем силе не двигаемся мы встали какого братья нам стали давайте остановочка первое у нас вот конечно же лучники северяне которые уже ведут стрельбу в этих абрегов у нас конечно же что у нас нету конницы поэтому просто врываемся туда просто так вот врыв врыв по центру тяжелая пихота сейчас копейщики тяжелая пихота тяжелая пихота тяжелая пса не киплят все тяжелая у вас есть кто-то легкий успеют наши ворваться на пищики их перекроют строки отступают щитов встречайте этих полу покеров копейщиков быстро мы обречены молите господа чтобы он спас нас от поражения учение скобами сюда бегом те в кольцо должны встать быстренько еще отступаем так а вы кто вообще мечники а то кто первые сыны тяжелая пехота ну 63 против 112 против 122 это блять понятно уже чем это все у меня тут закончится но победа неизбежна не только напали уже победа неизбежна они и 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 неизбежно по умолчанию по умолчанию меня просто блять и просто во все щели просто просто потому что они старки вот это вот обидно это вот обидно ребят остались это про этих дурочков моих а Продолжение следует... Продолжение следует... Так, а здесь мы сейчас попробуем... Вот так растянуть... Головая орда... Давайте... Вот так вот тоже... Встанем в кольцо и будем... Утуплить этих... Гостьяне с луками... Можете даже строй разомкнуть... Я вам разрешаю... Так, легкая пехота... Чего стоим? Чего ждем? Это неизбежно... Но у нас все бегут, блядь... Все бегут... А че бежим? Все бегут, и я бегу... Копейщики... Да, короче, Давид и все равно, блядь, бесполезный... Разомкнуть строй и врываетесь... Чего вы ждете? Ваша перестрелка идет не на шутку... Просто я вижу... Так, эти отступили... Значит, врываемся сюда... Разрываем ваше-то непорочное кольцо... Теперь врываемся... Делаем кольцо свое... Вот это... Где там наши лучники... Туда помогаете... Сюда заведем сейчас нашего... Самого главнецкого командира... Не-не-не-не-не... Это же не наша война... Надо уводить этого... Я в спину этим... А наши валят... Со всех... Огненных стрел по всем... Лучники, блядь, дерутся с этими... И победа еще... Вполне возможно... что издеваетесь надо мной лишь подавите их вы коница давите в спину блин я в шоке так этого я увел пока тут копейщики давайте короче всадники на всадников обеда неизбежно раз к стража колебается вот как-то вы знаете в этом тут в горе или может и не прав конечно поправьте меня но здесь как-то блин не знаю конница не оказывает такого эффекта как должна оказывать том плане что они ворвались в спину все это уже практически победа уже должно быть практически победа а у нас как-то конница ворвалась что-то не там ну как ворвалась это не ворвалась это так это меня не радует просто месиво непонятно кто там кого валят а а наши он стреляют своих же палят сразу видно что крестьяне чего нам удача улыбнулась чего вот так решили победа вполне возможно победа неизбежно ну да я думаю как бы 58 конных могут убить 10 конных тут просто мясо я блять не знаю куда там стрелять 6 сука извините за выражение есть против пятидесяти я сейчас еще обалдею блять если этот если моих командира завалит причем тяжелые всадники что те что те тяжелые 50 тяжелых всадников не могут убить пять тяжелых всадников а здесь просто кровь кишки и мясо говно блять саки здесь происходит я не знаю там уже то вообще кто побеждает кто не побеждает кто не побеждает с кем эти дерутся вообще что тут происходит у них какая-то своя блять война ну да я боюсь я боюсь вообще просто ай ты ебашь это дайте в спину истощены вон два всадника осталось блять реально два всадника осталось путь сука сейчас эти два всадника всех 70 двух человек перебьют блять мы еще можем победить вы знаете если такие наши тут тупашить не будут блять а проскочит просто убьют двух этих дебилов что здесь хорошо тут наших копейщиков мы немножко разгрузили вроде как не тащи я в шоке меня просто так этого маража вот ребята вот вы знали и вот вы знаете мне таким тяжелым трудом дается вот это сражение и сейчас буквально через пару ходов придет опять такая же армия старков заряженная и опять просто буду загребать как котенок они будут меня просто избивать блять в волне возможно поражение с одной стороны смотрите 1 это коньяка ездит блять пиздец так вот а к чему одной стороны их насаживают на пике с другой стороны их дамит кавалерия вполне возможно поражение что приточит вполне возможно это уже явное поражение один полководец остался копейщики побежали да и хер на них а кто тут у нас еще остался победа неизбежно бредов вопрос убьют ли 4 1 ну судя по всему как у них происходит страшная драка то могут еще и не убить ряд бунтует и киньеры побежали блять счет что-то делается ручь это просто какое-то самое побоище я сейчас ускорю мы просто до последнего блять перебили это не перебили нет вы заняты здесь были вы деритесь я вот этих не интересно один в один блять один то что это происходит то что же это блять за херня такая сука расстреляйте его он 11 блять если можно посмотреть статистику он бы наверное уже блять перебил весь мой отряд куда вы бежите за кем вы бежите все вы тут уже ни с кем не деретесь хера себе у меня тут еще даже люди без живой остались я в шоке я в шоке а перестроитесь уже все это конечно блять было тяжело но и жила но все-таки мы побеждаем хоть это было тяжело короче уезжает этот имя бесишь наконец-то мы убили полководца мы убили этого рэмбо боже это был кошмар вот такое вот побоище было в столице у нас это нет казнить они заслужили смерть мы непобедимы лагерь это блять поранил был усилить потому что там сейчас восстание пыхнет но приказать стульте туда да сгинет враг продолжим путь завтра мы и не победим хорошо я забираю своих воинов забирай кого хочешь я уважаю только сил а вы ну вот здесь я не знаю что тут я считать я потерял что лучников переобучил я что вообще дальний бы 2 натиск но типа лучше будет конечно кристиан требую кристиан не могу гонять никого не могу тяжко ребята тяжко так там старк отходит хорошо что я думал что уже и последний очаг потеряли усилить бы его кинуть бы туда кого-нибудь в помощь да не маркова столицу удержать но 1800 смотрите избавились от этих кораблей уже пошло дело тебя наверное тоже избавлюсь от этого корабля охватит бестолкового так значит что рамсе мы выводим ну приказать ну приказать какого на забирая с собой спросите у меня я в отвечу что я не знаю что приказать наверно пускаем заперед этих попробуем их переобучить я вот что хочу сделать я попробую их переобучить будущее не знаю получится не получится даже войска ну приказать будет исполнено объединяемся что прикажете антибит и перебитой вали в столицу выставить часовых наем пикинера так тут кого мы можем сделать северян давайте тяжелую пехоту копейщики лучников ну что хотя бы так тут мы нанимаем жиган завершаем ход сейчас опять выйдут старки у меня примерно передышка 3-4 хода я за это время не успеваю никого не нанять не переобучить ничего не успеваю пока они еще не вышли но ремонт завершен радость радостно на то что ремонт завершен давай чешей изгинет враг так никого мы не можем переобучить здесь никого не можем нанять никого не можем сейчас вот если я доведу рамси пошли блять смотрите полный стак под сломанной ветвью да блять откуда ну то о чем я и говорил уже 2400 но я тут никого не могу нанять и переобучить никого не могу эти хуй его знают крестьян туда еще кину хотя это все равно все это не удержит не удержит это и близко богополучие зато поднимется доход от рудняков ну блять я не знаю я боюсь вообще что-то застроить потому что это все такое она здесь шаткая может еще раз попробовать этим кознам мир предложить крайне невыгодная я вам отдаю последний очаг невыгодная я вам даже сделаю выплату все равно не бегали я вам дань буду платить по 510 вдов а вот тогда взаимовыгодная а тогда я убираю последний очаг невыгодная да ладно если я буду платить дань по тысяче 10 ходов уже мать я думаю за один ход они не возьмут сейчас попробуем сделать еще одно предложение все но не не смогу взять города сразу поэтому пока тогда ну по 1000 потянул я бы в принципе купил бы это покойствие себе пока чтобы я мог восстановить немножко силой хотя бы чуть-чуть восстановить эти гребаные силы кого или куда шли а вы не влазить и уже я вас понял тогда валите в очах это так тут переобучение не на 3000 к получи благополучия духа на здесь поиск он мне бы такое что-то короче честно благополучие кожаная мастерская нет мне надо строить такое что мне даст это все битая доход от родников он меня упала раз тогда ремонт это потом надо вот эту пока держимся о где-то взяли меня вот саду где же сломанная ветвь сломанная лапка ожерелье диадема это про меня сказал бы я вам да обидитесь полный стак он пошел расходы сильно большие так перемирие да о 1200 буду тебя платить на протяжении десяти ходов неуверенный отказ ладно еще ждем будет слушай что ты отправляйся немедленно милорд завершаем опять же нечем у нас нечего нас помочь куча пошла парководов гребаных и обучены хорошо у нас куча переобученных это все класс улучшение характеристик пишу пикинеры перемирия смысли блять до встречи охуеть да потому что ты мудак как ты думаешь а пидорас как можно было затупить пряди денис шо ж ты делаешь то я не знаю что здесь у нас будет а все хорошо я уже получили туда не добраться я уже это понял что тебе туда не добраться переобучение давайте переобучим наем присяжное мячей это наверно закончим ребят это видео в следующем видео будет интересно опять будет битва за сломанную ветвь уже третий раз за столицу я пока не переживаю выбрались минусы надо было раньше распустить все корабли но знал бы прикуп жил бы в Сочи в общем спасибо за просмотр ставьте лайки ставьте дизлайки оставляйте комментарии с вами был росси это был канал роли гим онлайн всем пока и до скорых встреч ч 0 в Продолжение следует...